Всем привет! Встречайте новую подборку со свежими товарами для выживания, кемпинга и отдыха на природе. Те, кто поделится роликом с друзьями и поставит лайк, смогут принять участие в конкурсе с денежным призом. Так что приятного просмотра! Фумигатор от Комаров работает на двух батарейках 2А, поэтому его можно использовать и дома, и на даче, и на природе. Сменная пластина со специальными реагентами работает в течение 90 дней. Это значит, что базового комплекта хватит на все лето. Пластину с репеллентом можно купить отдельно по цене около 500 рублей. При работе помещений максимальная обрабатывающая площадь 28 квадратных метров. Устройство простейшее, внутри вентилятор. Его почти не слышно. Есть более дорогая версия фумигатора от Xiaomi с возможностью подключения в систему умный дом и питанием через USB. У товара достаточно высокий рейтинг 4-6 баллов и хорошие отзывы покупателей. Механический вентилятор для углей костра. Прикольная игрушка. Ветер не сильный, но достаточный для раздувания углей под шашлыком или для разведения костра на начальном этапе. Удобен тем, что не нужен никакой источник энергии типа батареек. Но есть и небольшие недостатки. Довольно шумный, как детская инерционная машинка. Большой стол для похода размерами 1,40 на 70 на 70. Подойдет для размещения целой компании. При этом размер стола в сложенном виде всего лишь 75 на 36 на 38. Максимальная нагрузка 50 килограмм. Материал из стола это сталь алюминий. В комплекте есть два подвесных тканевых отсека для мелочей. По отзывам покупателей, стол достаточно крепкий и устойчивый. Быстро собирается и разбирается. Доставка, кстати, тоже быстрая. Компактный гриль из нержавеющей стали. Имеет совсем небольшие размеры в сложенном виде. При этом его вес чуть больше 1 килограмма. Собрать и подготовить его к работе дело нескольких минут. На нескольких углях можно поджарить стейк или несколько сосисок. Рейтинг гриля на основе отзывов довольно высокий. 4,7 из 5 баллов. Из недочетов покупатели отмечают небольшую хлипкость соединений. И то, что он такой блестящий. Жалко пачкать. USB фумигатор от насекомых. Добавьте к этому фумигатору пауэрбанк и пластину от комаров. Вот и готово решение по защите авто, палатки или пространства вокруг в походе. Нагревательный элемент металлическая пластина, которая нагревается примерно за минуту. И нагревает антикомариные полоски. При работе от пауэрбанка вероятно будет разряжать его довольно быстро. Но ведь никто не требует включать гаджет постоянно. Нужен? Включили минут на 10 и потом комаров уже не будет несколько часов. Кстати, пластины подходят любые, так как посадочные размеры стандартны. Компактный бинокль. В своей ценовой категории один из лучших вариантов. С первого взгляда оценивается качество изготовления бинокля. Корпус для удобства использования прорезинен. Для дополнительного закрепления присутствует веревка. Есть регулировка четкости на близкой дальней дистанции. Механизм движения и настройки плавный, чуткий, без рывков. Учитывая размеры корпуса, не ожидаешь, что с этого бинокля будет видно настолько далеко и четко одновременно. Оптика для дальности до полутора километров. Светильник с солнечной панелью для похода. Благодаря низкой стоимости и экономичности светодиодных лампочек, можно заряжать аккумулятор от небольшой солнечной панели. И его хватит на всю ночь. А на самом деле, при полной зарядке и минимальном уровне свечения, его хватит до 20 часов. Управлять светильником удобнее всего с пульта. Ну и светильник доступен в нейтральном и теплом белом свете. А также с одной и двумя лампами. Непромокаемые многоразовые бахилы для обуви. Материал прочный, эластичный силикон. За счет ребристых вставок поверхность получается не скользящей и удобной. Размерная сетка обеспечивает бахилы для разных размеров обуви. По отзывам, вещь практичная, только резина тонковата. Поэтому для длительного использования эти бахилы не подойдут. По крайней мере на асфальте они будут быстро стираться. То есть сутками ходить вы в них не сможете. А вот где-то перебежать, чтобы обувь не намокла, самое то. Спальный мешок с электроподогревом позиционируется как готовый в экстремальных условиях мешочек. Однако зимой я бы его использовать не рискнул. Под холодной осенью или ранней весной он точно может пригодиться. Рекомендуемая температура окружающего воздуха от 5 до 15 градусов. Строенные нагревательные элементы обеспечивают температуру до 40 градусов. А время работы от распространенного пауэрбанка на 10 000 мАч составляет от 6 до 12 часов. Размеры спальника в разложенном виде 220 на 80. В сложенном виде 40-23-23 при весе 1600 граммов. Допустимо ручная и машинная стирка. Камера для подводной съемки на рыбалке. Назначение такой камеры это узнать места скопления рыбы. Поэтому для нее не нужно разрешение, Full HD и прочие технологичные штучки. Достаточно четкой различимой картинки и хорошей устойчивости к внешним воздействиям. Вроде длительной работы под водой. Эта камера по отзывам снимает лучше чем ясь, а стоит значительно дешевле. Она может использоваться при температуре от минус 20 до 40 градусов. Хорошо защищена от попадания воды и может работать от 6 до 7 часов от встроенного аккумулятора. Изображение выводится на цветной монитор диагональю 4,6 дюйма. А камеру можно забрасывать удочкой. Для этого в комплекте есть поплавок. Длина кабеля 15 или 20 метров на выбор. А еще в камере есть инфокрасная светодиодная подсветка, которая помогает видеть в полной темноте. Компактный генератор с ручным приводом позволит подзарядить телефон или пауэрбанк в условиях похода на рыбалке, сплаве и других условиях отсутствия электричества. Он обеспечивает на выходе различные сочетания электрического напряжения и тока на выбор. 3 вольта 6,6 ампера, 5 вольт 4 ампера, 6 вольт 3,3 ампера, 9 вольт 2,2 ампера и 12 вольт 1,6 ампера, а также 15 вольт 1,3 ампера. Переключение нужного режима производится специальной панелью. Максимальная мощность 20 ватт. Для подзарядки гаджетов нужно обязательно установить выходное напряжение в 5 ватт. В общем, если не смущает немного кусачить ценник, можно приобрести полезные и интересные аварийные устройства, как считаете? Аккумуляторная цепная мини-пила. Легкая, весом чуть больше килограмма, позволяет пилить достаточно крупные ветки. Вес пилы позволяет комфортно пользоваться ею одной рукой. Заявленная мощность двигателя 550 ватт. Комплектная батарея рассчитана на напряжение 24 вольта и имеет емкость 2000 мАч. Доступен плавный пуск, изменение скорости вращения и несколько видов интеллектуальной защиты. Пилу нужно смазывать вручную, а также следить за уровнем натяжения цепи. По отзывам, пока цепь новая, пилит легко, справляется с ветками до 12 см в диаметре. Заряда аккумулятора хватает на пару часов работы со средней нагрузкой. Браслет из паракорда. Для похода, рыбалки, охоты вещь очень полезная. Вес всего лишь 30 граммов. На руке он смотрится не громоздко, а в случае необходимости может превратиться в 3,5 метра прочного нейлонового шнура. Светодиодный фонарь переноска. Хороший яркий фонарь на аккумуляторах формата 18650. На выходе имеем 20 Вт или 1500 люмин светового потока. Заявлено время работы в течение нескольких часов. Фонарь имеет три режима работы. Два яркости и один стробоскоп. Заряжаются аккумуляторы тут же, в самом фонарике. А еще он может выступать в качестве внешнего аккумулятора и подзарядить не вовремя севший смартфон или другой гаджет. Отзывы на товар хорошие, хоть и продаж фонаря не так и много. Впрочем, товар достаточно распространенный на Али. Его можно поискать и немного дешевле у других продавцов. Компактная газовая плита и обогреватель для похода. Интересная плитка по принципу 2 в 1. Если закрыть отверстие на защитной крышке, то получается обогреватель. Если они открыты, плита используется по прямому назначению. Газовый баллон устанавливается внутрь корпуса. Одного баллона на 230 граммов хватит на 3-5 часов работы. Выходная мощность около 2 киловатт. Мне нравится, что баллон помещается внутрь плитки. Вся конструкция получается максимально компактной и легкой. Отдельно газовая плитка имеет размеры 18,5 на 21 сантиметр и вес около 1 килограмма, так что компактненько. А вот и конкурс. Приз 300 рублей на вебмане, либо на телефон. И розыгрыш будет, как только это видео наберет 600 лайков. Условия простейшие. Это лайк на видео, подписка на канал. И написать нужно в комментариях, чем вы занимаетесь в эти прекрасные летние дни. А еще, пожалуйста, делитесь этим видео с друзьями, если оно вам понравилось. Это помогает продвижению видео и набору лайков, соответственно. И будьте мне все здоровы. Всего вам хорошего. Увидимся.